Предел морали. В Осиповичах многодетный отец насиловал родную дочь. Психиатрическая экспертиза показала, что у мужчины психическое заболевание в виде расстройства полового предпочтения. Кто добился правды? Ничего личного в Могилевской области у пенсионерки вынесли полдома. Чужие вещи систематически похищал местный житель. Как не стать жертвой нечестных людей? Попались на крючок в Бобруйском районе утонули люди. По Бобруйским межрайным отделам следственного комитета проводится проверка. Что повлекло за собой трагические события? Это сирена. Громкие ЧП за неделю и страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в пять минут. Засекайте. Нездоровый интерес в Осиповичах жертвой педофила стала родная дочь. С лета 2020-го 40-летний мужчина неоднократно применял насильственные действия над 8-летней девочкой. Она боялась отца, так как тот постоянно избивал мать и в целом был агрессивным человеком. Но шила в мешке не утаишь, и психика ребенка дала сбой. В очередной раз, перед тем, как остаться с отцом наедине, школьница рассказала все маме. Вину в инкриминируемых ему преступлениях признал полностью. В содеянном раскаялся. Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что у мужчины психическое заболевание в виде расстройства полового предпочтения в форме педофилии. Никто из коллег и знакомых из окружения обвиняемого даже не догадывался о его наклонностях. Обвиняемый работал инженером-конструктором на заводе. К уголовной ответственности не привлекался. Во время расследования установлено 5 эпизодов преступной деятельности. Мужчина задержан. Этиловые убийцы в Бабрюском районе утонули 2 человека. Погибшие мужчина и женщина приходились друг к другу сожителями. Пара нигде не работала и нередко употребляла спиртное. 5 ноября влюбленные ушли на рыбалку, естественно, предварительно прогревшись горячительными. Тела обнаружили на дне искусственного водоема деревни Сычково. Следователями рассматривается версия, что один из сожителей оступился и, упав в воду, стал тонуть. Второй, пытаясь спасти утопающего, тоже ушел под воду. Следственный комитет проводит проверку. Совесть в ломбарде. Пенсионерку ограбили на крупную сумму. Милицию с сообщением о краже обратилась 60-летняя жительница Могилева. Пенсионерка сдала квартиру 44-летнему знакомому. Когда пришла в дом, чтобы взять тонометр, на месте его не нашла. Квартирант, вместо того, чтобы вернуть аппарат, сбежал. Тогда-то женщина обнаружила пропажу и других ценных предметов. Выяснилось, что чужие вещи систематически похищал местный житель, который некоторое время снимал у нее жилье. Похищенное он перепродувал, либо сдавал в ломбард. Общая сумма украденного – полторы тысячи рублей. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Расчетливый жулик, житель областного центра, обманом взял кредит на крупную сумму. К милицию за помощью обратился представитель одного из банковских учреждений. Он сообщил, 25-летний могилевчанин не исполняет свои денежные обязательства. Молодой человек взял кредит на покупку авто в размере почти 21 тысячи рублей. В ходе расследования выяснилось, мошенник предоставил фиктивную справку о доходах. Уже на следующий день фигурант перепродал транспортное средство, а полученные деньги от сделки потратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Уголовный срок. В Бобруйске украли велосипед стоимостью 1200 рублей. К милицию обратился местный житель. Он сообщил о пропаже дорогостоящего байка. Причастного быстро установили. Ранее судимый 39-летний мужчина работал сантехником. На одном из вызовов обратил внимание на чужое двухколесное транспортное средство. В скором времени его уволили, а чип от входной двери того подъезда остался. Воспользовавшись ситуацией, он похитил велосипед и перепродал знакомому за 100 рублей. Двое из Ларца Бобруйщане делали закладки в Могилеве. 25-летний парень и 24-летняя девушка, оба ранее судимые, работали курьерами на виртуальный наркошоп. Крупные партии товара они делили на более мелкие в съемной квартире областного центра. Раскладывали на территорию Могилева. При очередной закладке в городе они были задержаны. При себе у них обнаружено более 200 грамм психотропов. Возбуждены уголовные дела за сбыт наркотиков в составе организованной группы. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы. Опасным маневром в Мстиславском районе произошло пьяное ДТП. 23-летний мужчина захотел проехаться по полю недалеко от районного центра. Вместе с ним в машине находился и его товарищ. Пьяные друзья в поисках экстрима колесили по неровной дороге. Вследствие чего съехали в мелиоративный канал, где врезались в земляной откос. Сообщать о произошедшем в ГАИ не стали. Установлено, что автомобиль имел неисправность рабочей тормозной системы, которая возникла до ДТП и могла быть обнаружена до выезда, а также во время движения автомобиля. Кроме того, государственными медицинскими судебными экспертами установлено, что потерпевшим получены тяжкие телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы, повлекшей за собой развитие психических нарушений травматического характера. Также установлено, подозреваемый изначально знал о технических неисправностях. Возбуждено уголовное дело. Это была «Сирена», но больше новостей ищите на нашем канале в YouTube и в соцсетях. Это Кристина Риенц. Увидимся через неделю.